На этой неделе от Ташкента до Баку отмечают Новый год, день весеннего равноденствия. По-другому этот праздник называют Навруз, где-то на Урыс. Своими корнями он уходит в дописьменную эпоху, празднуют его пышно. В Узбекистане в пляс пустился даже президент Ислам Каримов. Итак, как встретить весну, чтобы жизнь удалась? Наши корреспонденты в Казахстане и Таджикистане отпраздновали вместе с народом. Весна пока что только по календарю. Синоптики обещают настоящее потепление только в середине апреля. Погода в столице Казахстана пасмурная и ветреная. А накануне праздника и вовсе была метель и сильный снегопад. И все же главная площадь, где проходят основные торжества, вся утопает в зелени. Правда, искусственной. Повсюду резиновые надувные цветы, елки в корзинах и тюльпаны в горшках. А на вип-трибунах все в меховых шапках и зимних сапогах. Одни кутаются от пронизывающего ветра в шарф, и другие согреваются жаркими объятиями. У казахов было поверье. Если на Наурыз осадки и холодно, значит год будет хорошим. Снега в этом году много, воды будет много, лишь бы наводнений не было, значит будет хороший урожай. Две вип-трибуны и шатер для президента. Остальные за ограждением. Жители и гостей столицы это, правда, ничуть не смущает и настроение не портит. Кортеж президента появился на площади в полдень. Из машины глава государства прямиком к трибуне. На этот раз без длинных речей сугубо по существу. В этот день обычно прощают друг другу старые обиды. Родственники, друзья, знакомые встречаются, просят у друг друга прощения. На Урыз праздник семейный. Вот и на площади родители с детьми, бабушки с внуками. Малышей развлекают клоуны на ходулях. Взрослые предпочитают проводить время в юртах, где продают ювелирные украшения, изделия из войлока и угощения. Мы варим дома коже из семи дегридиентов, покупаем кумыс, зовем соседей, друг друга приглашаем. Сама готовить на Урыз коже я, признаюсь, честно не умею, но полакомиться им, особенно в такой день, очень хочется. Посмотрев концерт, мы с оператором направляемся к юртам. Однако здесь вместо главного блюда праздника и национального напитка кумыса предлагают только хот-доги и кока-колу. Вот такой вот восточный праздник на европейский лад. В Таджикистане праздничный стол на Навру стараются накрыть как можно богаче и разнообразнее. Хозяйки готовят всевозможные блюда, пекут лакомства. Все должны быть сыты и довольны. Тогда, согласно старинному преданию, и год будет благополучным и урожайным. Мархамат всю ночь глаз не сомкнула. Лакомство из проросшей пшеницы, муки и масла нужно постоянно помешивать. При этом можно загадать желание. Говорят, всегда сбывается. При приготовлении суманака мы всегда поем песни и танцуем. Только тогда блюдо получается по-настоящему вкусным. А еще в котел кидаем орехи. И тому, кому они достанутся, год принесет удачу и благополучие. Некоторые угощения готовят один раз в год и только на Наврус. Хозяйки на стол ставят семь блюд, названия которых начинаются на букву «С» и семь блюд на «Ш». В этом году о наступлении Навруза сообщали вестники в каретах. Принцесса праздника – символ весны, дихкани, актеры и музыканты. Еще одна особенность праздника – следует по мере возможности помогать нуждающимся. В этом поселке местные жители собрали деньги, кто сколько может, и провели мусульманский обряд обрезания сразу для 20 детей из малообеспеченных семей. У родителей этих детей нет возможности организовать такой праздник. А мы не просто обряд провели, но и стол накрыли, и подарки подарили. Такое веселье, когда буквально все танцуют и поют, можно увидеть разве что только на Наврус. Сколько веков этому празднику, столько и поверю, что чем веселее и радостнее он пройдет, тем щедрее будет людям природа. Редактор субтитров А.Семкин